Привет, друзья! А мои переосознания продолжаются, и я призадумалась, а что если поменять порядок принятия пищи? Например, сначала съесть сложные углеводы, а простые оставить на потом, белки поменять местами в дне. Может, наешься быстрее и меньшим объемом? Вот сегодня я решила провести такой эксперимент, и это был просто успех! И если это была не случайность или счастливая удача, то я обязательно поделюсь с вами этим лайфхаком. Потому что хоть калорий я и съела мало, энергии у меня хоть отбавляй, и я случайно прошла 30 тысяч шагов. Интересно, а у вас есть продукты, которые вас особенно насыщают? Какие? Я вот на кардио сегодня потею. А перед этим плакала от того, что увидела самолет. Обожаю самолеты! Я в детстве так же смотрела на них, и они были так высоко. Сейчас они так близко. Просто моя мечта была жить около аэропорта и видеть их так часто, постоянно и близко. Этот далекий напомнил мне сразу, флэшбэкнул, когда мне было 5-7, я помню, что смотрела. Самолет, задери меня в Москву! А сейчас они очень близко. Очень красиво. Самое лучшее вдохновение – это смотреть в небо и на самолеты. Только посмотрите, что происходит, что я отследила, что раньше я зажигала жир по 40 минут в день, а сейчас по полтора часа, и плюс есть еще дополнительные зоны. Вы-ше. А с увеличением пульса тратится больше калорий, выше активность. Причем это в среднем, каждый день. А один день у меня кардио, другой день силовая. На кардио, конечно, есть растяжка и МФР. МФР творит чудеса. Роллы помогают проработать триггерные точки и убрать зажатости, а значит, пустить жидкости по всему телу, там, где раньше они не могли пройти, где все было такое залипшее, такое все перенапряженное, годами жаждущее того, чтобы это место размяли. Так вот, у меня практически осталось лишь только переднее бедро, его внешняя, нижняя часть. Растяжка тоже творит чудеса и прогрессирует. Обратите внимание, спина здесь не круглая, мы ее не скругляем, пожалуйста, а мы, седалищные коси, направляем вверх и тянемся грудью вниз с прямой спиной. Очень удобно делать это дополнительно с весом, чтобы было за что держаться. Я уже подумываю о том, чтобы создать для вас бота с упражнениями на голени и стопы. Как только нахожу что-то стоящее, тут же хочу поделиться. Конечно же, сначала проверив и получив первые положительные результаты на себе. А у вас вообще есть боли в ногах? Где они обычно локализуются? Вот у меня были боли под лодыжками и в районе свода стопы. Постоянно хотелось растянуть стопу и голень, но я не умела этого делать и терпела эти зажатости. Ноги были тяжелые, а сейчас после упражнений я чувствую такую легкость, как будто начинаю заново дышать. И после тренировки я чувствую себя замечательно. Джага-Джага, пиноколада, какая бутылка я тебе дам. Подпишись на мой инстаграм. Я объездил много стран, люблю сумасшедших дам. Без сахара, без сальда, без эффектов и фильтра. Светит грязно тут, у нас лир-телитный. Дискотек, между нами и яны. Дискотек, гуляй, мариванны. Дискотек, между нами и яны. Дискотек, гуляй, мариванны. Дискотек, гуляй, мариванны.